Время, которое я представляю, это точно по времени. Это, видимо, есть одна из особенностей той организации, которую я представляю. Это ветераны военного училища, история которого начинается с 1864 года. Забиться. Это малоисученная страница военной истории. Малоизвестная, может быть, многим вообще неизвестная история нашего города. Но, тем не менее, она достойна того, чтобы о ней говорить, ее сегодня вспомнить. Потому что она связана с большим количеством имен, прославивших не только это училище, не только город. Но и страну. И стало очень ярким событием во многих мировых конфликтах, в которых участвовали выпускники этого училища. Я говорю о Веленском, пехотном юнкерском училище, которое было образовано здесь, в Вене, в 1864 году. Чем было связано образование этого училища, создание? Дело в том, что целый ряд русско-турецких войн начала 19 века и Крымская война, особенно 1853-1856 годов, очень сильно поразил офицерский состав, который просто сложил свои головы на полях брони. Их места заняли те, кто стал таковыми, снизу, не имея достаточного опыта управления войсками. И поэтому один из замечательных руководителей военного ведомства, тогда военный министр Дмитрий Алексеевич Милюдин, предложил Александру Второму целый ряд военных реформ, в результате которых было сделано предложение создания специализированных военно-учебных заведений, которые бы позволили готовить офицеров-профессионалов. Вот что он писал в записке царю. «В юнкинских училищах заключается будущность нашей армии. Если учреждение их удастся на практике, то армия будет обеспечена строевыми офицерами со степенью развития, достаточную собственно для служебных целей, прочие военно-учебные заведения имеют другие цели. Но поднятие нравственного и умственного уровня в массе офицеров мы должны ожидать именно от юнкинских училищ. И вот в числе первых десяти училищ в Российской империи, первых, не одним из первых, а первых в Российской империи, была создана Веленская пехотная юнкинская училища. Это уже предмет гордости того, что назвать тех 120 человек, которые были в первом наборе, первенцами офицерского корпуса Российской императории, которые начали свою подготовку здесь. Первого ноября, в здании, которое вы все прекрасно знаете, тогда на улице Закретной, позднее улица Богулянка, сегодня это улица Чурлёбис, был отслужен торжественный млебед настоятелем Свято-Николаевского храма, который вы тоже прекрасно знаете, на улице Дичоево, Петром Левицким, торжественный молебен по случаю открытия этого училища. Начальником училища был назначен опытный офицер, имевший опыт руководства большими соединениями, Николай Николаевич Малахов, полковник Малахов, который, по сути, заложил основой подготовки этого училища. Училище просуществовало до 1918 года. В нем было много изумительных людей, очень интересных, о которых в процессе я, может быть, буду упоминать. Но училище было интересно тем, что там было огромное количество творческих людей, интересных людей, не только которые преподавали или занимались военными науками, но писали стихи, писали музыку, писали великолепные полотна художественные. И об этом мы сегодня поговорим в процессе. Но мы сегодня хотим, прежде всего, отметить то звание, которое называется Юнгер. Наверное, в вашем представлении сразу возникает юный, молодой человек, подтянутый, весь, так сказать, из себя ровный, стройный, высоко дисциплинированный. Его отличает особое отношение к женщинам, к дамам, к старшим. Это все прививалось в училище. И вот стихи о юнгерах, о вечерах нашей сегодня литературной, и мы будем говорить и о стихах, и о прозе, и, может быть, и о музыке скажем. Я хотел бы попросить прочитать нашего коллегу, поэта, переводчика, лауреата премии Дани Лайтиса за лучшие переводы с литовского на русский язык, Яков Риминского. Ясно. У нас пошла тема про юнгеров. Значит, первый стих из нескольких, которые я подозревал сегодня, называется «Юнгерад». Эти стихи легли на песню, она написана в виде песни, поэтому, видимо, скоро на вечерах прозвучит она уже в музыкальном исполнении Апокарьков. Есть стихи, которые называются «Юнгерад». Грозою были для врагов России лихих времен лихие юнгера. Ни чея, ни пощады не просили, ни жизнь была их вовсе не игра. Гуляли дамы, позабыв про докторов, как там в Каридже около Саргоны, блестели на плечах юнгеров под свет заката алые погоны. Бесспорно, им придется снова в бой, идти опять, вставать за Русь святую. Стоят прохожие, на гулке мостовой застыли у ворот зари статуи. Гуляли дамы, позабыв про докторов, как там в Париже около Саргоны, блестели на плечах юнгеров под свет заката алые погоны. Россия помнит вас, лихие юнгера, и Вильна помнит труп зовущих звуки. По той дороге, что вы шли вчера, идут сегодня слова ваши внуки. Гуляли дамы, позабыв про докторов, как там в Париже около Саргоны, блестели на плечах юнгеров под свет заката алые погоны. Вильнцы, выпускникам Вильнюсского Ратнинского училища, мы, значит, как продолжатели традиции Вильнского пехотного юнгерского училища, потом позже Вильнского пехотного училища, и было образовано в 1953 году Вильнского технического училища войск его страны, которое потом стало Вильнским высшим командным училищем под электроникой. В 1992 году, в Кремлении в Санкт-Петербург, где оно послужило, поработало, значит, где-то 15-20 лет, и было корену Мирославу. Но мы, как вильнцы, носим это звание гордое, и сегодняшнее мероприятие, которое посвящено вся шоссе ведомщине Вильнского пехотного юнгерского училища, мы считаем, что мы достойные потомки этого училища. Поэтому выпускникам Вильнского училища называется сегодня юнгерак. Вильнец, гордое звание, честь это имя носить, вильнец это призвание Родине вверху служить, вильнцы натиск и смелость, нас не согнули когда, нет, никуда мы не делись, те же, что были всегда, за нашу учебу, за службу, в родимом, как прежде, краю, за нашу курсанскую дружбу, за тех, кто и ныне в строю. Это тост часто звучит о наших встречах. Ну, еще одно стихотворение, которое, как бы, продолжает эту тему, потому, что эта страница истории была довольно трудной нашего Вильнского фирмотного юнгерского училища, когда после, значит, открытых событий 17-го года многие верные офицеры, которые остались в верные присяги, не остались в России и убыли в зарубежье, где закончили свой путь в надежде того, что когда-то вернутся в Россию. Поэтому стихотворение называется «Сан-Дженевьев де Буа». «Русское заубежье». Это тема, которая поднята в последнее время в прессе. Выступление Натальи Алексеевны Нарочницкой, которая подала мне эту идею, когда она была в Вильнусе, с ней разговаривала. Други, наверное, знаете это имя Натальи Нарочницкой. И вот после этого написано на это творение, которое я назвал «Сан-Дженевьев де Буа». «Сан-Дженевьев де Буа» – это кладбище в Париже, в котором похоронены многие офицеры русской армии. И поэтому это кладбище, несмотря на то, что на нем похоронены многие другие известные фигуры, оно все-таки носит название «Русское кладбище». Так его называют. До сих пор оно существует, за ним ухаживают жители Парижа. Многие родственники приезжают часто туда, и вот по темному этому написано все творение. «На Сан-Дженевьев де Буа тишина». Здесь цветов не особенно много. Смысла жизни без России была лишена, стала долгой вечность дорога. Тут холодный гор, покосившихся плит, тут визиты к макинам нечастые, в одиночестве, дама порой постоит у обломков, забытого счастья. Той России уж нет, нет величия и славы. Эполетов в гусах, да Гариня в глазах, вспоминается только чекистов облавы, да под черной буквально слезинки в глазах. Шли они по Парижу. Их было не счесть, был восторгнем их тяжкое время. То ли слава России позор или честь, пусть рассудит бесстрастное время. Сан-Дженевьев де Буа, от России кусочек, оторвавшихся в годы лихих перемен. Здесь великвии помнят могильные строчки, как в сожженном аббатстве, а-ля Сан-Дженевне. Спасибо. Браво! Еще раз напомню, что за годы своего существования, за 53 года, с 1864 по 1918, в училище произвело 68 вымсков, подготовив при этом 10,5 тысяч офицеров. И каждый из них свято помнил училищный девиз, который был сформулирован одним из выдающихся руководителей не только российской армии, но и среди руководителей вузов, был отмечен необычайным качеством, Борис Викторович Адамович. Он сформулировал девиз, один из них, к высокому и светлому, знай верный путь. Вот что пишет об этом выпускник училища 1916 года, писатель Григорий Мясняев. Девиз этот сущности мог быть полностью отнесен ко всему тому верному и непоколебимому, что составляло основу славной и могущественной Российской империи. Веленское военное училище, как и другие, было одним из тех гранитных камней, на которых эта империя зыждилась. Поэтому-то, полученный мной при производстве черно-белый училищный знак с вензелями императоров, с изображением рысаля на коне и училищным девизом, я принял с благодарностью и гордостью, ибо он приобщал меня к славной когорде веленцев, немало послуживших царю и отечеству. Я хочу представить вам человека, несмотря на то, что он не выпускник училища, но именно последние слова, которые верой и правдой служат своему отечеству, с которым мы познакомились совсем недавно. Это очень интересный человек, это поэт. Это предприниматель. Это сегодня кандидат в депутаты Сейма, Сейма Литовской Республики. Автор сборника, который он представит, и что интересно, представление своего сборника, он начал словами о том, что мои родители вместе, вдвоем, прожили 200 лет. Я подчеркиваю, не столько возраст родителей, сколько отношение этого человека к своим родителям. Я представляю вам с удовольствием, Йонаса Весовца. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Звумно, он, знаете, так тепло представил. Я человек совсем скромный, совсем тихий, только у меня фамилия такая очень ветреная. Моя фамилия Весос, в переводе смерч Виха. Майор Виха – это майора с весом. Так что в прошлом году я даже получил от автора, я рассказывал уже, я могу сказать честно, своим близким друзьям, потому что, когда я познакомился, я представил, что я был год назад в Москве, и там, к сожалению, было годовщина там умерших коллеги. Я был на этой церемонии, и как раз участвовал автор этой книги про Краково. Я имею с автографом, поскольку вот так моя фамилия очень известна. На всех языках могу перевести, но монгольский не буду, поскольку по-японски – тайпу, по-испански – торнадо, а по-монгольски – на третью букву. Я их начинаю. Честно говоря, не можете знать. А так, если вам интересно, поскольку он представил, и уважаемый коллега представил, извините, сказал так, не красиво, может, волнуюсь немножко. Так я всей души хочу сказать, что я, когда пришел к вам, друзья родные, я просто вернулся в свою молодость, поскольку мои самые лучшие годы, так назовем. После школы я, мне Бог дал, учиться в теперешнем названии в Санкт-Петербурге. Тогда мы называли свой институт, зенитное училище с горным уклоном. Я учился в Васильевском острове, горный институт. И отсюда, вот так, как и вы говорили, вот, юнкерское училище, мы тоже однокурсников всегда поздравляли написанными песнями, музыкой, сочинением разных прибауток, частушек и так далее. И, конечно, я тоже хочу сказать, что меня, как сказать, именно родители воспитывали, я им очень рад, что я всегда старался выдержать, никогда не было ни споров, ни разных там каких-то больших криков, всегда семья, я был шестой ребенок, я вот эту книгу стихов сзади хотел написать, что историчного сырья, но издатель сказал, что не все поймет, хотя я говорю, что вторичное сырье это во все века, и особенно и сейчас в Европе очень модно, и хороший бизнес делать историчного сырья, а я шестой ребенок последний. Но вам, конечно, больше интересно стихов услышать, здесь я прямо был взволнован, что даже сказали, что можно прочитать стихи мои на литовском, который уже коллега перевел на русский, так может с этого и начинал. А потом я, может, сделаю паузу, что-то интересное расскажу из моей жизни, как я жил в Горном институте. С вашим усведениям, Горный институт вошел в историю тем, что музей минералов и пород, сейчас ЮНЕСКО, охраняем, и сейчас ректор этого института бывший мой, как сказать, на два курса ниже в моей специальности. Моя специальность была в бурене, техника, технологии, разведки, месторождения, полезных ископаемых. Мог бы стать большим магнатом по нефти, но когда я вернулся из Питера, меня направляли горждай работать, а после этого 10 месяцев Череповец, но я вам честно, открыто, вот со всей честностью признаю, я сказал, что, что вы мне после Питера, когда я там музеи ходил, когда я два года учил английский, чтобы стать гидом Эрмитажа. Я этот город люблю, как самый лучший город в моей жизни, и мы даже сейчас вас всех приглашаю, вот даже завтра вечером наш, мы имеем единственный в мире клуб Санкт-Петербург, это Вильнюсе, который окончили Питер, так мы уже 20 лет отпраздновали, уже скоро будет и 25, мы имеем свои клубы, постоянно, вот выставки, постоянно, наш вице-президент клуба имеет прямые, если я правильно скажу, Петровский, директор Эрмитажа, так привозят картины, и где вот проблема, я сейчас, когда парламент идёт, у нас не подписано, Литвания не артифицировала конвенцию, а авторских вот этих, что привезёшь на миллион картины, она должна быть охраняема за страховок, а Литва, к сожалению, одна из, Румыния, Литва не подписала, все остальные подписаны, и поэтому даже привезти из Эрмитажа картины, которая стоит 3-4 миллиона евро, мы не можем сюда из-за того, что Литва, у меня даже вопрос стоит, чтобы парламентом навести порядок, даже этот вопрос надо, а сейчас, как сказал, давайте здесь литературно, музыкально, вот я по-литовски даже удивился, какое выбрали стихотворение, и у меня здесь эта книга из трёх частей, три книги, это моя третья, она называется «Семеный, что-то правил на русской вруч् lid. levar покин carи мочихейсый sensory during этого службы, а Actually, но не весьма популярная. Возвращайтесь. Патеринства ваиме несугебанно, что мы планируем, кто нам помогает, кто нам помогает, кто нам помогает, кто нам помогает. Перьмите. Это очень интересно. Я хочу сказать, что я ваше гнудисе к литературе, то есть, когда вы думаете, в этом смысле, я их немножко украшиваю, чтобы они вложились на рифку. Но есть такая форма выражения стиха, которая называется «белый вольный стих». Наверное, вы знаете его. Поэтому я считаю, что чтобы понять полностью смысл этого стиха глубоко на русский, я его сделал «белым вольным стихом». Поэтому я думаю, что вы согласитесь с тем, что он вызвучает, пусть и новое, на примере в литературном плане, но смысл был уборки. И у нас вес у нас. Я открою сегодня вам душу свою, словно это химчисткой и стиркой пройдусь. Я примером повстану, чтобы вас удивить. И пускай это будет не так популярно, мы ведь часто считаем все это обычным. Так пусть полегчает, ничто не тревожит нам душу, что всем нам хоть чем-то помочь. Но в конечном итоге кому же всех нас жаль? Спасибо. Супер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В одной редакции Редакторной газете написали что-то лучшее не откровение а обнажение. Ну а сейчас я вам в душе выжил всякие проблемы. Я хочу вам просто свои скажу по-русски не свои стыки, пока он еще больше стихов не перевел. Ну а еще больше. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Галвусь, я только обе тава, Поведусь в карту Парскраданчу жарсту виртиня И будьми твиресними Неисижеисиме, Если мы не понимаем, Суверсиме беда по весу, Сумайшитам гриппу И гибельмам, И попрошусь павитам. Будьте герой. Ну... 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 Я встану сегодня светлее И лучше. Я подумаю лишь о себе, И мы вместе с вами проводим Вниз падающих стремительно птиц. Мы откровеннее будем. Не станем страдать, Если нас не поймут. Мы себе да отложим до следующей Лучшей весны. Оставим ритмом жизни Так быстро бегущей, И станем попроще, Чтоб сад стало нам легче самим. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще какое? И 89-я страница. Вот. Так он сейчас по порядку. Почти, если я говорю. И второй книга. Нет, и не с первой. У меня первая книга называлась «Первый шаг». Вторая книга «Слеза камня». А сейчас, когда я вот такой, Честно вам признаюсь, Не буду, как сказать, Криви душой. Такая грязная эта политическая компания. Так что я уже в голове держу целую, Готовую книжку почти. Она будет называться По лезвию ножа. Или как по-русски сказать? Ну, по-русски. По лезвию ножа. Поскольку я, мол, сейчас, Ладно же, я могу это показать. В кармане я. Вот прямо. Уже есть даже это, Как название книжки. Я здесь написал вот это. По рукопись. Как это называется? Что это? И что на лезвии ножа живу я, Общаюсь. На лезвии ножа. Не каждый со мной пойдет. И так далее. Ну, так как с промбом стараюсь перевести. Ну, хорошо. Я с волнением буду прочитать Третье стихотворение. Я даже и так неудобно и назвать, Опять, такие скромные откровения. Восемьдесят девятое, да? Ах, кодел? Ах, кодел? Ах, кодел? Упокшням сверхшленам? Мес китас дайнуям дайнас? Не покилам селавис земес? Мелес дайнус, мелес дайнус, мелес дайнус, палнаис, пакилетит. Пошел, паскайдниким карту, Виршемес гелетас. Нера ленго. Суку пакилт вишчий прасту плоту. Мелджиу, скрискин карту. Меси кара иди неушплануати. Некада неитилпсим į ремус Саво гива краујо ёега. Нес мелес пакилетит. Мес мелес пакилетит. Теку памидиминя. Аплодисмент. Аплодисмент. Я думаю, что автор думал на том, о чём я сейчас приведу. Мне так кажется. Поправитесь, то оно не так. Но любитель поправляет. А почему, почему мы лишь нои бегаюем, и песни другие сегодня поём, и души не поднимем своими землёй. На крыльях мы песни над ним взлетим. Да, трудно всё это. Да, это непросто. Подняться над обыденным днём. Я умоляю, давайте вместе. Мы не согнёмся. Мы не состоявшиеся икары. Нам ли не вписаться в рамки, став сильными, как буйная кровь. Так пусть поднимет нас и сохранит любовь. Аплодисмент. Ему было юбилей на Сергиево-Пасаде. Мы читали. Мой друг. И стал так там как. Пошёл так на комнату всё. Такой я на русский ему. И он мне уже обещал в несколько лет, что я сделаю переводы. Но уже знаю, как надо это сделать. Как своё обещание выполнить. Уже благодаря сегодня я в курсе. А сейчас я хочу представить, что я кончал школу в Чауляик. Отец у меня, как сказать, никогда не жаловался, никогда, как сказать, но говорил много тоже афоризмами, мыслями, например, у меня, как сказать, что дочка здесь одна сидит, может не обидится, но я вам открыто скажу. Мой отец единственный раз в жизни мне сказал, что Йонас тебе, наверное, супруга и нелегко. Я говорю, папа, почему? А он очень просто ответил. Она же мечтала Достоевского. И всё. И всё. И больше никаких замечаний. Столько лет и вот. Вы можете представить, как тонко и чё. Так вот, я в пятом классе. Было и то, что уже, знаете, на центральной улице, перекрёстки, прямо так, как напротив центрального книжного. Был скромный магазинчик русской литературы, книжный. Я там купил такую книжку «Мир за шафи вазек» «Персидского поэта». Эта книга, я сделал наоборот, из русского перевода, перевёл один снежок. Здесь есть. Там книжок по-русски был такой, очень простой. «Если ты умён, иди к глупцам. Если зрячий ты, иди к слепцам. Глупок умного не приходит сам. Слепой к зрячему не найдёт дорог. Даже в солнце небе не гордится, а лучи свои земле здесь». Так я здесь перевёл на литовский. Вот он оценит, что я там нахимичу, когда прочитаю. А сейчас я хочу вот этого «Мир за шафи вазек». Это катехизис прямо всей моей жизни с пятого класса. И вот почему я очень рад, что отец меня с первых лет учил, даже старался, чтобы я дружил с девочками, поскольку у нас живляет вот такой город, что была очень… половина дома была, и военные… Вы в курсе, наверное, тоже, что был очень сильный военный аэродром. И Россия в Советский Союзе имела всего шесть таких. Два были за границей в Варшавском факте странах, а четыре были в самих, в том числе, вот сейчас вот меня и там слышим. Так вот, и меня пристроила по очень красивой девочке, отец, что дружи, общайся. Я такой… Уже, представьте, в будущем девятом классе я с моей сестей, она в одиннадцать, но я ей сочинение по-русски поскал. И поэтому мне не так страшно было учиться теперь. Я сразу решал, что я буду учиться не в Литве. Поскольку шестой, у меня брат – медицина, сестра – музыка, другая – две сестры – математика, биология, а куда мне деться? Ну, пришлось вверх. Ну, вот, Магмир Зашапи Базек, вы извините я вас, сколько минут дадите, скажи сейчас сразу, Астана. Не будь жестоким тем, что норовят, тебя видит словом или взглядом. Будь как гора, когда ее долбят, она молчит и раскрывает планы. Пусть все тебе желают лишь беды, пусть все наносят боль без сожалений, пока висят на дереве плоды, в него бросают палки камень. И даже если смерть вина, тебе при двери ада и раях, будь раховиной взятую со дна, что людям дарят, женщин умирает. Это Мир Зашапи Базек. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже вспомнил, и вот когда про эту вот нашу сперечную ситуацию, я вспомнил такие стихи недавно умершего поэта Евгения Тушен. Он называется, если я не ошибаюсь, название, как правило, все забывается, но если извините, я давно их даже и не читал, но я их никогда и практически не учил, но просто он мне нравится, я так читал и запоминал, но я не для выступления. «Мы живем, умереть не готовясь, забываем по этому стыд, но Мадонна и невидимая совесть на любых перекрестках стоит. И придут ее дети и внуки, приводящие их в люке и суме, муки совести, странная муки на бессовестных, сколько в земле, от калитки опять до калитки, от порога пять до порога, они странствуют, словно калитки, у которых запасов и пол. Не они ли с упором бессмертны, тусклым ногтем стучали тайком, в слюдяные окошечки смердов, а в коробу царей кулаком? Палачи понимали прекрасно, тот, кто мучится, тот баламук. Муки совести – это опасно. Выбил совесть, чтобы не было лук, но покуда на свете на белом, где никто не без греша никто, он-то слышится, что я наел, можно сделать землей кое-что. И как будто на батные звуки садился их рук по ночам, муки совести, страшные муки, проникали к самим палачам. Я не верю в пророков наития во второй летысячный рим, верю в тихое, что вы творите, верю в горькое, что мы творим. И целую вам с темной руки в безмеренно скользком краю, муки совести, светлая муки за последнюю веру мою. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не хочу вас утомлять, но мне очень нравится тоже Андрей Вознесевский. Его стихи вы все знаете, вот я вам только напомню, оно стихотворение так начинается. Ни славы, ни хоровы, ни шаткой короны земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной, прошу ни любви ворованной, ни денег, ни орденов, пошли мне Господь второго, такой, как я, как Он, чтоб было с кем пасоваться, а лукаться через те, для сердца, не для васи, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял, ну не часто, но хоть разок, израненный пумой понял, царапнутый пулей рожок, и пусть мы напали к певче, забудь, что мы сила вдвоем, меня побледнево соперничество, зарежется общим столом, и все-таки он, пусть до гроба кружок, и все-таки Бог, пошли ему второго, такой, как я, как Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Последнее, хорошо. Да. Я извиняюсь. Но мне очень нравится, тоже есть такое, кстати, мне интересно всегда всем таким близким друзьям подсказывать, что, как бывает, разные должности не соответствуют иногда, и люди считают, что в разных должностях люди забывают поэзии, не пишут. Так есть такое, я не знаю, думаю, что, к сожалению, наверное, живых его нет. Я бы себя, кстати, запросил, и мне эту книжку его последних стихов просил, чтобы достали. Из советских времен его сейчас как-то в Неваном вот и Homo sapiens, и в Москве я не могу найти этого поэта стихов, и не переиздает. Это адыгейский поэт Искак Машбах. Он был, чем интересен, что он был областной, как сказать, ЦК-секретарь, областной обкомопарк, так можно назвать. Так вот его стихи, я тогда и закончу этими стихами. «Я просто уважаю вас деревья, зеленые наследники земли, какой бы ни шумели бы деревья, какой бы вы столица не росли, есть что-то у вас особое, людское, я верю в вашей щедрости тепло. Деревья, помашите мне руковью, когда мне будет очень тяжело. Деревья, справедливые, как судьи, ушедшие корнями в глубину, шумят в вас удивительные судьбы. Деревья, подарите мне одну. Хочу быть самым первым пирогом, нашедшие неизвестные края, бочонком для вина или порогом, к которому всегда идут друзья. Хочу вдруг загореться ярким светом и чудо душу щедро обогреть. Дай Бог мне, как деревья, жить на свете и как деревья стоя в мире». АПЛОДИСМЕНТЫ Я как-то здесь перед началом сказал нескольким нашим друзьям, что если поэт с такой возвышенной душой станет членом Сейма, то, поверьте, я буду просто искренне рад, что там есть такие люди. АПЛОДИСМЕНТЫ Я обещал рассказать о некоторых интересных моментах в истории училища. И вот сейчас я вам скажу то, что наверняка никто из вас просто не знает. Но многие из вас видели памятную доску, которая вот здесь, возле, значит, бывшего кинотеатра «Хроники», скромненькая дощечка есть, на которой написано «Константинос Галкаускас», литовский композитор. Но никто не ведает о том, что в 1909 году молодой выпускник Ленинградской, ну тогда Санкт-Петербургской консерватории, Константин Галковский, который выпустился по классу Николая Андреевича Глазунова, с золотой медалью. И дипломная работа которого была поставлена на сцене консерватории, это единственный случай в истории этой консерватории, когда была поставлена опера «Цыгане», по мотивам Пушкина, леврета, который тоже написал сам Константин Галковский. Что он в это время еще? Руководил хором в Вивенском пехотном училище. И, будучи патриотом, наверняка пропитался духом вот этого училища, который, кстати, нравственную сторону которого очень сильно поддерживал и создавал великий князь Константин Константинович Роман, в то время занимавший пост и президента Академии, Российской Академии Наук. До этого он был, значит, командиром Превраженского полка, другом начальника училища. И он, если вы знаете его, он очень много писал стихов. Поэм про стихи Константина Романова великие русские композиторы написали более пятидесяти романцев. И стихи Константина Романова легли в основу гимна, гимн-марш Вивенского пехотного училища. И это было единственное училище в Российской империи, имевшее свой марш. У нас на нашем сайте, вы его можете услышать, оно в случае. Это стихотворение он написал в 1899 году, и через десять лет молодой дирижер положил это на музыку. Так что, видите, нам есть чем гордиться. Поэтому Галкаускас не только основатель симфонического оркестра Вивенского, кстати, создал именно он первый симфонический оркестр. И пропагандист музыки, он еще оказался поэтом потрясающим, сам Константин Галковский, написавший огромное количество произведений и стихов, не буду сегодня читать об этом, посвященных своим учителям, великим русским композиторам. Вот такой интересный факт, вот такой велениц. Но среди нас есть еще один велениц, не менее интересный. И поэт, и музыкант, и ученый, полковник, заместитель начальника кафедры, почетный изобретатель и рационализатор. Титулы можно перечислять ровно до окончания нашего вечера. Замечательный человек, наш друг, Михаил Алексеевич Башин. АПЛОДИСМЕНТЫ Я представляю его, и дальше я ничего не говорю, чтобы дать возможность ему самому сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, ВВ Куре, 47 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, из 150. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, ВВ Куре, 26. АПЛОДИСМЕНТЫ Из них 12 лет я находился в учебнике. Был преподавателем, а училище приходило на высшие. В 70-30 годы. Работы было очень много. Вот. Меня взяли оттуда, с полигона, где мы занимались, Космонавтской и так далее. Я бездовольный. Думаю, что я делаю учились? Надо было воспитывать. Будущих офицеров не учить их, а воспитывать. А по дисциплине написал там десятки разработок по радиоэлектронике. Написал вот таких вот 7 книг по радиоэлектронике. Ну, в ВВ Куре у них там в офисе не есть. Вот такие все. И одно изобретение по настоянию генерала-полковника Абрама, который приехал управлять в Килище. И я ему показал. Мы в станцию по 12, которую списали, я передачу привез в лабораторию, привезли. А пришел и сказал, если вы провалите пол, окажется четвертым тогда на первом, смотрите, мы все оттуда выбросили. тяжелое, там по 90 килограмм были, или задержали. Лампа, вот такая генераторная. Вышлили туда, там все отсоединили, встали в аникулам, и обыкновенным источником запустили генератор. Стрелки здесь взялись. Настраивай, пожалуйста, передать. Генерал Абрамов пришел, генерал-полковник говорит, «Еханая, а мы гоняем дизелью у себя в школу, где операторов готовим. Электричество столько, немедленно изобретение, я подпишу». Ну так оно и было, и в Брис, в Москву, с Москвы пришло, приказ, мы изобретатели. Валеры, нету здесь этого? Серегина? Нету, нету. К теме стихов и музыки. Я жду, когда ты, когда представишь, и стихи с музыкой. Серегин, не читай ваши стихи, сейчас давай свои. А что такое? Читаю, стихи, говорю. Закончил, перешел в другие организации, старца, подготовил две тысячи половины этих самых, водителей, и вот так вот это шло. Создали ансамбль «Играй в вояну», я не буду играть. Были этим ансамблем, вот заодно тут есть, 18 раз за номером, и так далее. Нам подарили, подарили баяны, и нам подарили две гармошки. Одна гармошка, нет, сейчас подожди, и интересы и парты, а потом будем стихи. Интересы и парты. Иван Глупкин был взят на войну, отслужил тут Керезберг, освобождал, и так далее, на восток. И пришла похоронка в июне 45-го года. Погиб при боях пропортированных Депраг. И в октябре 45-го года, с дальнего востока стали приезжать солдаты, и в Ленинграде объявили, что такая, жена пошла, вот эта, Нина была на руках, спросить, как там, что-то было сюда. И он выходит из вагона с гармошкой. Она потеряет чувства. И вот эту гармошку, она подарила нам. Подружку, Паршаху, Фарверов, вот Володя знает, Фарверов ездил туда, а, это самый, Шахов, они Шахер написали. Вот у меня есть еще одна гармошка, которая подошла хром. То, что она играет, играет. Ей 82-го года. Ого! Она подошла хром. Ее подарила Лиза Бухарская. Ображаю. Я вам покажу, что она играет. Играет. По дороге префронтовой, запоясан как в строю, шел солдат в шинели новой. Догонял свой полк стрелковый, роту первой свою. Шел легко, и даже, браво, попросили по такой, что махал своей правой, как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз, зашевлял в пути, все тут же поднимал, под мышки лез, вдруг сигнал за поворотом. Зверцу выписал шофер, тормозит. Садись! Пехота! Щекченко подотер! Далеко ли? Да на фронт обратно, руку вылезет. Ну понятно. Ты ли герой? Пока нет? Нет. Доставай тогда кисет. Курить едут, гроб дорога, межсогробный туннель, шутаешь, что сверлешь немного, как свернул, снимаешь рель. Хорошо с вами, ребята, хорошо, но как, когда? Хорошо, хоринь салпата, хорошо, а то беда. Чувствую, пользуясь стоянкой, разговор, не разговор, наклонившись над баранкой, смог шофер, заснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст степейший бой, на дорогах занесенных он остался за собой. От колхолии своя пушка, да неведомылики, стали танки, пуфли, пускы, тягачи, грузовики, легковые, криво, косо, вряд-не вряд, вперед-то зад, гусеницы и колеса на слегу еще лежат. На просторе весель резок, зон мороз, близи железа, ходят в душу, давят груз, не отрозься как-нибудь. Вот беда! Во всей колонне замалящей от гормони, а мороз, не встать, не сесть. Снял пересятки, трех плодов, я слышал друга. Гормон-то здесь. У кого гормон, ребят? Да, ты здесь, браток. Овеленился виноватый на водителя-стрелок. Так собрать бы на дорожку. Ну, собрать бы на дорожку. Ну, собрать бы на дорожку. Ну, в чем же дело? Чья гормошка? Чья была? Того. Нет. И сказал тогда водитель вместо друга своего. Командир наш был. Любитель. Схоронили бы его. Так. С неловкой улыбкой оглядел борец вокруг, будто бы у кого ошибкой ехать обидел. Вдруг поясняет, осторожно, чтоб на том покочить речь. Да я считал, сыграть-то можно. Думал, что ли беречь? Острелок. Вот в этой башне он сидел. В бою вчерашнем. Трое были бы друзья. Ну, не взял, уж нельзя. Я и сам понять умею. Я вторую брать пойду. И ранения имею, и контузии одну. Да и сам мне посудите. Можешь, ну, завтра бой. Знаешь, что сказал водитель? Да сыграйте. Шуточь с тобой. Только взял по месту рюхлядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. И что-то медленно по слуху подбирал, как будто лень, на гормонь склонившись ухом, шапку вздвинув на бекалей. И от той гормошки старой, что стало сиротой, как-то вдруг теплее встало на дороге портовой. От машин заинделел, так шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, сия гармония. Веселее кружитесь, дамы, на носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опоздаясь опоздать. Чей кормили, чей поились, что пришелся к двору, крикал так, что наступились, дайте мне, а то помру. Целон праздник на вечерке половице бьет в избе, прямоутки по баорке сыплет ботники себе, подает за штуку и штуку, эх, жаль, что мне эту стуку, эх, друг, кого вдруг, как вдруг морщенный круг. И смеивший пальцы быстро, он как будто на заказ, вдруг повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не о том ли слово, не о том ли не о том ли песни вся, и потухали слову, шлепых кожаных друзья. А гармон зовет куда-то, далеко, легко ведет, нет, какой вы все ребята, удивительный народ. Хоть бы что, ребятам это, с места в воду и в огонь, хоть бы что, гудит на свете, хоть бы что, поет гармон. Приговаривают чисто, до души доносят звук, и сказали этого танкиста гармониста. Знаешь, друг, не знакомы мы с тобою, не тебя ли, это брат, что напомниться из боя, доставляли его санба. Все в крови была одежда, и просил ты пить, не пить, приглашил гармон. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя же может вот это, но это точно. А гармон, знаешь что, бишься, забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастер. Веселись свою пехоту. Да что вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель. Так и будет. Ничего. Командирный, любитель. Это память про него. И с опушки отдаленные, и за тысячу колес, и с конца в корец колонны, по машинам донеслось. И опять у вас горки, и снег и елки с двух сторон, и один дальше ваша терка. Это был, конечно, дождь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ , АПЛОДИСМЕНТЫ Испанию Сейчас я хочу представить вам автора одного исторического исследования под названием Суворов, который участвовал в театурном конкурсе Российского Союза писателей, посвященном 250-летию Георгиевской ленты и стал финалистом этого конкурса, за что был награжден медалью Георгиевская лента. Я ее покажу, здесь потом перерыве можно подойти и посмотреть. Это член нашей ветеранской организации, член Российского Союза писателей Александр Волосков. Я хочу напомнить присутствующим одну из даток, точнее одну из даток, которая является юбилейными для нашего 2020 года. В 290 лет назад родился величайший военачальник Всеведневного народа Александр Васильевич Суворов-Суворов в Рыбнице, князь Ирталийский. Это будет еще 24 ноября 1730 года, а 18 мая 1800 года летний летний, 220 лет, то есть двойной в мире. И по этому поводу я позволил себе написать ряды и книги, а вот об этом замечательном человеке. Что я хотел бы подчеркнуть? Я хотел бы подчеркнуть одну вещь. Для ни неискусового бывателя, ни историка, имена Суворов и Кутузова звучат примерно равнозначно. Это совершенно не так. Российские и советские историки пытались натянуть на Кутузова от близки славы Суворова. Ну, если смотреть глубже в суть, то этих от близков там нет. В большей мере можно считать учеником Суворова-Багратиона, чем Кутузова. Хотя бы за то, что он проиграл, да? По сразбромным счетам проиграл Орстерлиц, Бородино и упустил Наполеона при реке Березине. Сам Суворов провел за свои 40 лет непрерывных войн 60 крупных и мелких стражений. Из них ни одной ничьи, ни одного поражения. Только победа, причем с силами, которые не превосходили противника, а гораздо меньшими силами. Об этом, о том, что разница есть между Суворовым и Кутузовым, подчеркивает один факт. Вот Ленинград, судно, будет понятен. Напротив колонната Казанского собора стоят два памятника Кутузову и Бородино-Багратиона. Они выполнены в одинаковом стиле. То есть современники воспринимали эти величины примерно однозначно. В то же время памятник Суворову был заказан еще вдовом его кончины, что вообще беспрецедентный случай. И он изображен в одежде Марса, то есть бога войны. Примечательный сам памятник выполнен в олигарическом облике бога войны, что весьма символично. Говорит это о том, что Суворов в военном искусстве великий и равен богу. Еще следует отметить, что памятник по лавководцу первой в России не коронованная судьба. До этого так увековечивали память только царям и императорам. Тут у меня много восторженных высказываний есть современников о этой личности, о личности полководца, которого никто не смог превзойти. Кстати, у Наполеона было тоже 60 сражений, но из них три были ничьих и три он проиграл начисто. Но наиболее известны это Батерлова его сражения. А я только зачитаю, что сказал один из ничьих маршала Наполеона Жан-Виктор Моро, которому пришлось сражаться с Суворовым в Северной Италии. Что можно сказать о генерале, который обладает стойкостью высшечеловеческой, который погибнет сам и уложит всю свою армию до последнего солдата, прежде чем отступить на один шаг. И тут нужно в Северной Италии подчеркнуть еще один момент. Суворов явился крестником старой Наполеоновской гвардии, поначалу консульской. Потому что те войска, которые воевали против Суворова и терпели поражение, они набрались столько опыта, что потом стали не убивать. О старой гвардии Наполеоновской много легендов. За швейцарский поход, ну, после Италияльской кампании был швейцарский поход. Суворов 8 ноября 1799 года возведен чин генералиссимуса всех российских военных сил. Маленькое пояснение. Это звание стоит выше всей Петровской табели оранжевых. И по почестям перерапливается к членам императорской фамилии. Даже военная коллегия по нынешнему министерству обороны не имеет права давать указания генералиссимусу, а лишь формулировать свои пожелания так. Позвольте принять просмотрение. За последний свой год войн, 1799 и начало 1800-го, у него было столько наград, что они на груди у него не помещались. Австрийский император прислал ему Большой крест Марии Торезии. Паварский курфюрс, сардинский король, саксонский курфюрс осыпали его наградами. Вот примечательное. Кумир англичан, адмирал Нельсон, в письме уверял Суворову. Меня осыпают наградами, но сегодня я удостоился величайшим. Мне сказали, что я похож на вас. Горжусь, если я, ничтожный по делам, похожу на человека великого. Еще у Массена, если Андре Массена, тоже маршал Франции, признавался в близком кругу так, что я терпел от Суворова поражение. Мне это могло стоить военной карьеры. Но меня и в этом никто не упрекнул, потому что меня вбил Сувор. Вот еще примечательное высказывание Наполеону на острове Святое Лето. Когда Наполеону вновь предложили высадиться на континенте и не сложить бургонов, он грустно ответил. Как я могу? Со мной нет батальонов старой гвардии, сторонники с воодушевлением. Будет новая гвардия, молодая, лучше старая. Ответ. Лучше моих батальонов старой гвардии могут быть только суворовские гренадеры. Что такое старая наполеоновская гвардия, описывает Денис Давыдов. Он примерно своими словами так. Все наши лихие наскоки на выстраданные в каре батальяны старой гвардии напоминали пену прибору, развивавшуюся от скал. Все потуги приводили только к тому, что перед горой гвардии приборы наших трупов. Это Денис Давыдов. Еще один пример уважительного отношения современников к Суворову, даже врагов, в прошлом противнике. В 1813 году дочь полководца Наталья проезжала с детьми через занятую французами Москву, направляясь в Петербург. Ее задержали и доставили генералом для допросов. Узнав, что перед ним дочь в Суворово, французы дочи совпустили ее, отдав ей при этом воинские почести. И раз тут звучали стихи, я себе тоже позволю два стиха зачитать, посвященных Суворову. Вот что писал о нем лорд Баев. «Молясь, остря, весьмеданный причудом, то ловкий шут, то демон, то герой. Суворов был необъяснимым чудом». Ну и стих один, четверостищая, посвященная Суворову столпом российской поэзии 18 века Александром Сумароковым. Ну помните, было два, Державин и Сумароков. И те, и другие писали оды через Суворову. Вот что писал Сумароков. «Все лавры, все пожар с природой устрадорожался. Герой в древности далеко предзошел. Ко славе теста мира ему наш показался. В страны неведомость бессмертина перешел». Спасибо. Мы завершаем нашу первую часть литературную. Мы много сегодня разного услышали. У нас всех объединяют те строки, которые я прочитаю сейчас, которые принадлежат одному из выдающихся руководителей нашего училища. Я называл это генерал Адамович Борисович, который написал. «К высокому знай верный путь, иди прямой дорогой к свету. Как рыцарь безупречен будь и верен данному обету. В дни юности и дни седин будь родины своей достоин. И твердо помни, что один и тот на родном поле воин». Это каждому из вас. Спасибо.